Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас будет видео по покупке лошади, а точнее андалузской лошадки, которые в данный момент продаются по скидке. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! У меня на самом деле не один андалуз, возможно кто-то помнит их количество, но у меня их 4, не считая магиков. Один буланный, вороной, светло-серый и вот этот гнидой. Но мне всегда не хватало еще одной масти. Тут как раз у нас скидки сейчас пошли на лошадей, и я все-таки хочу купить вот эту серую в яблоко андалузскую лошадь. Огненный, он выглядит очень круто, но мне не особо как-то заходил. На фоне линписи разговаривают. Потом вот этот Изабеллова, и он очень красивый. Кстати, он тоже очень красивый. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, я и его хочу. А как так-то? А почему я раньше так не обращала на него внимания? Он же прекрасен! Я хочу Изабеллова еще. Так, ну ладно, давайте сегодня мы все-таки купим коня, ради которого мы собрались. Но если я куплю еще Изабеллова, то останется вот этот огненный. Их как бы... Спустя года, я смотрю, все-таки андалузские лошади мне как нравились, так и нравятся. Итак, мы покупаем сегодня вот этого красавца. Надо еще сейчас выбрать его стричку. НПС очень громко разговаривает на этой ярмарке, мне это очень сильно не нравится. Оооо! А когда короткая грива, она светлая! Светлая, светлая, светлая. А, ну она в принципе у него светлая. Но я его все это время хотела безумно с шишечками. Да, я хочу его с шишечками. Итак, что же у нас по характеристикам у андалузской лошадки? Сила 3, дисциплина 2, скорость и выносливость по нулям. Гибкость 3. Ну что ж... 684 СК по скидке, как не купить? Анимация, конечно, уже отстает от нынешних третьих поколений. От тех же бельгийцев и всех последующих лошадей. Но уж больно мне эта мазь нравится. А у меня слабость к серым яблокам. Так, быстренько придумываем имя. Я, если честно, его уже придумала. Окончание это будет Вихрь. А вот начало это будет воздушный, нет, волшебный, восхитительный, вспыльчивый, героический вихр. Вот, наверное, героический вихр. Хотя сейчас быстренько еще что-нибудь посмотрим, быстренько, так, на глаз. Горный, нет, дивный. Ну, как всегда, возможно, у нас появится имя, которое уже было у нас в конюшне. Но от этого никуда не деться, когда у тебя столько лошадей. Так, Добрый Вихрь, Дивный. Дивный Вихрь. Ну, по-моему, есть Дивный Восход. Дивный Вихрь. Как же тебя назвать-то? Желанный Вихрь. Нет, это как-то слишком не то. Жуткий, забавный, завидный, загадочный. Заснеженный, затерянный, затерянный вихрь. Да, как-то все не то. О, знатный, знатный Вихрь. Как меня сбивают эти хихихи-нпси на заднем фоне, я прям не могу. Знатный Вихрь. Нет, тоже не то. Так, ну давай же, где то самое, то самое имя, которое мне так нужно. Крамильный, картофельный, каштановый. А, классный, клубничный, книжный, кожаный. Колдовской. А, вот тут, значит, окончание колдовской у нас есть. Королевский, королевский вихрь. Вот, да-да-да, королевский вихрь. Вот так мы его назовем. Это будет жеребец. У меня, по-моему, все андалузы жеребцы. Так, взрослая, конечно же. Колевский вихрь, 684 СК, шишечки. А, ну 684 СК, потому что у меня еще прическа, как бы, в цену пошла. Так что, да. Это с учетом еще прически. Ну что ж, покупаем. Да-да-да, я хочу купить эту лошадь. Та-да-да-да. Ай-яй-яй, у меня губы отреснуты, мне больно улыбаться. Какой ты красивый. Так, конечно же, отправить в конюшню. Жалко, я место забыла для него подготовить. Но, да ладно. В общем, отправляемся на конюшню посмотреть нашу новую лошадку. Так, вот мы у себя на конюшнике. Места нету, кого бы их сейчас убрать. Давайте воздушную ванилу уберем, уровень. И вот оно, наше счастье. Так, а по породу у меня получается два андалуза магика. Три, четыре, пять, шесть, семь. Это седьмой он будет. Андалуз у меня. Коллекция пополняется, коллекция расширяется. Не знаю, зачем мне столько андалузов, как и столько лепицианов, лузитанов и всех прочих. Какой ты красивый. Да, я тебе поглазю. Такой ты красивенький. Вот масть. Вот все ради масти. Эта хотелка была скрыта несколько лет назад. Я вначале думала купить его самым первым. Но в итоге купила, по-моему, с вранового, светло-серого андалуза. А, у меня еще нету, кстати, такого туманного андалуза. Не помню, как масть называется. Но такой дымчатый. Его еще у меня нету. Такой ты ножички. Какой ты красавец. Так, чтобы какой бы комплект на тебя по-быстренькому надеть. Чтобы прям вот быстренько, быстренько, быстренько. Столько амуниции. Какой комплект надеть на коне, не знаю. У меня все черные комплекты. А, вот мне черный. Комплект один есть. Что же я его ищу-то? Так, так. Так, ну, для этого коня, мне кажется, нужен синий комплект. У меня вообще почти... Нет, это не подойдет. У меня почти со всеми лошадками серой масти комплекты исключительно синие. Так, и вот... Вот, 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 какой бы вольтрап. Вот этот, наверное, вольтрап. Нагавки эти оставить или какие-нибудь другие. Вот эти же самые. Вот такие еще есть. Все. Все. Снежиночки. Нет, снежиночки не надо. Или черные ему вот такие вот есть. Нет, вот, вот, темно-синенькие. И себя нужно сейчас подстать к коню, нарядить. Нет, хочу что-нибудь другое. Может быть, вот этот. Может быть, вот этот. Что еще? Надо наконец-то навести порядок во всем этом. Футболочку. Вот эту футболочку. Хочу. Штанишки идеально подходят. Шлем. Все подходит. Все. Ура! Безумное счастье после покупки коня. Так, выходим на улицу. Выходим на улицу. Мы должны это посмотреть. Какой он красивый, ребята. Если когда-то вам понравилась лошадь, и вы ее не взяли самой первой, не обманывайте себя. Покупайте ее, когда есть скидки, потому что скрытые желания, они никуда не денутся. Они просто спрячутся в недрах. Но вы все равно будете хотеть, как я хотела все эти годы. Как я хотела все эти годы. Это вам, да, лошадь. Какой ты классный. О, боже. И все. Я не могу. Я не могу. Я довольна покупкой. Я довольна потраченными 684 старкоинса за вот это вот красивое чудо. У него еще один глаз. У него пятнышко вокруг глаз. Здесь светлее. Здесь темнее. Также у него есть родинки. Как их еще назвать? Нет, бородавочки какие-то. У него очень красивая масть. У него, он, он, вот масть, масть решает все в этом случае. Очень красивенький. Конечно, это уже у нас не самая новая лошадь. Еще у него особенность. У него, видите, кончики ушей. Они вот такой вот с рамочкой, с обводочкой. И самый кончик, самый конец ушка беленький такой. Очень красивый. Очень красивый. Какой красивый. Я прям не могу. Не могу, какой он красивый. Так что, да, я советую вам, если когда-то вы хотели себе андауза. Неважно какого. То сейчас идут скидки, которые скоро закончатся. И я их не советую упускать. А, все-таки пойти и купить андауза. Одного, двух, сколько угодно, сколько сможете. Главное, чтобы купили какую-то, купили какую-то одну, ну ту масть, которую вы так хотели. У тебя же испанский шаг, я забыла об этом. О, боже. Ну, какая лошадь. Радуюсь так, как будто ты только-только, но вышедшая от какого-нибудь третьего поколения лошадка. Да нет, просто я его когда-то очень сильно хотела. В общем, вот такая вот покупка лошадки. Расскажите про ваших андаузских лошадок. Есть они у вас. Купили ли вы какую-нибудь масть на данной неделе скидок? Может быть, вы тоже стали счастливым обладателем андауза по скидочке. По скидочке лошадка это всегда очень-очень приятно. Вот. Мне будет интересно почитать, какая у вас любимая масть, как вы назвали коня. Вот. И какого цвета комплект вы к данному коню, вашей любимой мастер, решили присвоить. Ну, а на этом все. И я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Какой же он красивый. Мне теперь его еще качать. Субтитры подогнал «Симон»